Вот тот, кто говорит, что Россия и Украина это разные народы, вот они должны в санкционные списки внутри России, им должен запрещаться въезд в Россию автомат. Российский мир в каждый дом и отрабатывается сейчас экспортная модель вот этого концепта. Дело в том, что перед выборами в Госдуму Российской Федерации, кажется, здесь начали осознавать, что ущемления русскоязычных только в Украине недостаточно для того, чтобы всячески подчеркивать величие Российской Федерации. И сейчас крайними назначили бы такие прекрасные страны, как Казахстан и Кыргызстан. Фактически на эти две стороны спустили всех российских пропагандистских собак после нескольких инцидентов с русскоязычным населением этих стран. Да, в Кыргызстане какой-то не очень хороший человек в девушку бросил калькулятор в детском центре, потому что она не говорила с ним на кыргызстанском языке, на киргизском языке, а на русском. И, соответственно, там был зафиксирован случай, когда якобы избили русского пацана на секции по какому-то единоборству, и связано это было с тем, что он как раз христианин. В Казахстане, соответственно, несколько товарищей организовали так называемые языковые патрули, и в Казахстане просили, требовали, чтобы в магазинах их обслуживали на казахском языке. Да, страшное, конечно, преступление. Это примерно так же, как требовать, чтобы тебя в магазине обслуживали в Украине на украинском языке. Но эта тема разгоняется и разгоняется. И сейчас тут придумали новую кару не допускать въезд в Россию таких людей. В частности, запрещать въезд. Вот сегодня вышло сообщение о том, что МВД РФ запретило въезд на территорию Российской Федерации на 50 лет экс-послу Азербайджана в Беларуси в Агабзаде. Что интересно, как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на Петра Толстого, вице-спикер Госдумы, что он, этот дипломат, публично назвал русских свиньями. В части формулировок, наверное, агентство ТАСС врать не будет. Но вообще-то этот Агабзаде сделал одну очень важную ошибку. Он хотел назвать свиней Жириновского и назвал его, кстати, так. Но прилепил туда и русских всех. А это действительно называется разжигание межнациональной розни. Если бы он ограничился исключительно вот этим вот радикальным российским политиком, гляди, гляди, многих бы это удовлетворило. Но смысл в чем? Что фактически здесь Москва вот этот вот концепт российского мира пристраивает в других государствах. Ведь что там, например, в том же Казахстане? Это когда пришел Такоев и, по-моему, в интервью Жанни Немцовой, он такой президент Казахстана, сказал о том, что да нет, Крым это не аннексия. Но после того, как он, в отличие от Назарбаева, занял такую позицию, фактически депутаты Госдумы от партии власти «Единая Россия» и Никонов, и Федоров начали выдвигать территориальные претензии. И сейчас на фоне этих языковых споров, что мы видим, друг Украины, Константин Федорович Затулин, говорит, что у нас, у Казахстана и России самая протяженная совместная сухопутная граница. Мол, что вы выделываетесь? Выглядит это все как угроза. Но вот эта вот тема, запрет на въезд в Россию, она же тут получила продолжение. Об этом вам расскажу. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Роман Цымбалюк. Я, корреспондент Униан Москве, мы называем здесь вещи своими именами. Дело в том, что эти товарищи настолько увлеклись своим величием, что начали по-новому трактовать в статью Путина вот этот вот его псевдоисторический труд об Украине. Теперь появились идеи запрещать въезд в Россию всем тем украинцам, которые не считают, что мы один народ. Как тебе такое, Илон Маск? Дело в том, что согласно последних опросов, придется запретить въезд в Россию фактически всем украинцам. Это неплохо. По опросам с тезисами Путина о одном народе не согласны как минимум 70%. Что особо интересно, даже избиратели ОПЗЖ, есть такая фракция коллаборантов в Украине, они тоже не считают, что мы один народ. А за это, судя по всему, нужно карать. То Россия и Украина это единое целое, это один народ. Это просто временно отделенная от России, благодаря, в кавычках, предательству Горбачева и Ельцина, территория, где живут такие же люди, как мы, той же крови, той же веры, которых, к сожалению, сейчас информационно настраивают против России. Это популярный в Российской Федерации товарищ Стариков. Он выступает регулярно в программах а-ля 60 минут ненависти к Украине. Но что там? А, украинцев настраивают. Один народ, интересно, информационно настраивают. Я, когда слышу вот эти вот бредни, всегда хочу задаться одним вопросом. Ну, понятно, демократия, свобода слова, можно говорить глупости. Вы только поясните мне, раз мы, кто там, один народ, какого негодяя вы захватили Крым и Донбасс и продолжаете стрелять в наших военных. Согласитесь, как-то эти два концепта просто не вяжутся. А это делается для чего? Это как раз для вот этих вот, для слабых на мозг граждан Украины, которые думают, да давайте не будем пускать войну себе там куда-то, в сердце, в себя, в голову. Ребята, вы слышите? Им вообще по боку, что вы себе думаете? Им просто по боку. Они просто хотят уничтожить Украину. И вот Китай занимал эту позицию десятилетиями. Если кто-то открывал дипломатические отношения с Тайванем, Китай их разрывал. Давайте, поступите как китайцы. Сравнение интересное. Нас обычно там то с ИГИЛ, то с талибами сравнивают, а вот теперь с Тайванем. Ох, какое тут воображение бурное. Но разрывайте дипломатические отношения со всеми странами, которые признали Украину. Украину признали все. Давайте, построите забор вокруг себя и никого к себе не пускайте. Китай жестко заявляет и говорит, если вы будете вот такие вещи делать, мы разорвем с вами дипломатические отношения. Наша позиция должна быть гораздо более жесткая, четкая и понятная. Конечно, жалко будет, если на одной пятой суше этой планеты построят очередную Северную Корею. Хотя, видите, они в этом плане могут реально планету нашу шантажировать. У них там леса горят, а дым такой, что на Северном полюсе видно. Дом у нас глобально один на всех. А тут некоторые ведут себя как, ну, в общем, Грета не одобрит. Вот тот, кто говорит, что Россия и Украина – это разные народы. Тот, кто поощряет украинский сепаратизм. А сепаратисты сегодня сидят вовсе не в Донецке, а в Киеве. Потому что они разрушают единый народ. Вот они должны в санкционные списки внутри России. Им должен запрещаться въезд в Россию автомат. Ой-ой-ой, ну здорово же. Это просто здорово. Сказал, что ты украинец, что ты за свою страну. Значит, тебя нужно наказать. Тебя еще русофобом объявят. Меня тут иногда так называют. Но пока в Россию я въезжаю. Не знаю, насколько долго это продлится. Но, с другой стороны, чтобы тебя выперли из страны пребывания, где я нахожусь в командировке, это надо заслужить. И я это понимаю. Должна быть позиция, как каток паровой. Понимаете, он катится безостановочно. Встанешь на его пути, он тебя в асфальте. Это просто приведет к тому, что Россия будет отрезана от остального мира. Вот и все. Ой, на площадке Украина.ру прозвучала первого раз здравая мысль. Ну а чего? Поживете сами внутри. Это же здорово. Страна, где одни россияне. Никто их не обижает. Никаких представителей других народов. Живите себе как хотите. Не будет даже возможности поговорить на другие темы экономические. Да зачем-то экономика, если вы будете строить этот российский мир. Какая там экономика? Вот в Северной Корее по этому поводу никто не парится. Подождите, а знаете что? Вот Китай занимает жесткую позицию, развивает свою экономику. И разговор на экономические темы как-то увеличился. Китай. В сравнении с Китаем, я так понимаю, это новые кумиры Российской Федерации. Оно смешно. То есть причине, что вклад России в мировую экономику и Китая не соизмерим. На этом фоне России нет. Просто нет. Территория есть, лес есть. Он, кстати, горит, да, в Якутии. И не только. А глобального вклада нет. Как вы считаете, депутаты просто предложили запретить въезд тем, кто продвигает политику русофобии и ущемляет русскоговорящих. Как вы считаете, нужно ли поддержать эту инициативу и запретить в Россию въезд таким людям? Это все делается для чего? Чтобы проголосовали за Единую Россию? Так можно так и не раздувать эту тему. За Единую Россию в той или иной мере, не знаю как, проголосуют. Но то, что у них будет большинство, ни у кого, это не вызывается мнение. Потому что это Россия, здесь выборы проводятся по таким своеобразным критериям. То есть сразу понятно, кто победит. Почему понятно? Потому что люди, которых допускают до выборы, они проходят очень мощный фильтр. Всех этих либералов, национал-предателей, их просто не допустили к избирательной кампании. Но вот эта вот тема русофобов не пускать. А кто такие русофобы? Русофобы это те, кого не любит российская власть. В первую очередь соседей. И в этом отношении, конечно, я так чувствую, что это прекрасный повод нам укрепить отношения. И с Кыргызстаном, и с Казахстаном, и с Азербайджаном, и другими государствами на постсоветском пространстве. Потому что это же общая угроза. Они фактически... Это вот парадокс, да? Что, казалось бы, Казахстан ближайший союзник Российской Федерации. Член Евразийского экономического союза, так сейчас называется, таможенный союз. Член АДКБ. И все такое. Но в случае чего? Что? А, русскоязычных обижают. Ведь казахи прекрасно понимают, чем это может грозить. Они прекрасно знают, как работает Россия. Крым, Донецк, Луганск. Это все они прекрасно изучают. Для чего? Чтобы у себя этого не получить. И я вам, наши дорогие казахи, все-таки рекомендую на наши грабли не наступать. Я думаю, что, конечно, это должно происходить автоматически. Вот должна быть некая у нас служба, которая по критериям просто вносит их туда, в этот список. Просто не нужно об этом громко заявлять. Это, знаете, такая вот рутинная работа. Когда-нибудь этот товарищ захочет приехать в Россию, и ах, не получилось. Скажите мне, вот почему или откуда у них это берется? То есть здесь позиционируют российский паспорт как главное благо. Что вот выдали энному количеству жителей оккупированного Донбасса и Крыма российские паспорта. А и что? Люди стали лучше жить, они стали счастливее. У женщин выросла и у мужчин самооценка. Тут точно так же. То есть скажите, вот пишите об этом в комментариях. Вы сильно будете страдать, если вас не будут допускать или закроют вам въезд в Россию? Слушайте, даже мне, человеку, который проработал здесь корреспондентом много лет, но если будет такое решение, я скажу, ну ладно. Нет проблем, будем изучать вашу страну из Киева и вообще стран, городов на этой планете много. Слава богу, Россия заканчивается. Просто мы должны один раз объявить, все русофобы, все, кто призывает санкции против России, все, кто обижает российских граждан и так далее и тому подобное. Ну то есть перечень создавить, за что? Будет оказываться там в списке и назвать его как-нибудь. Отличная идея. Товарищ Стариков молодец. Давайте, давайте. Внедряйте это все в жизнь. Это получается, что фактически всем западным политикам закроют въезд в Российскую Федерацию. Ну что ж, здорово. Я думаю, что это будет хороший урок для наших западных партнеров. Нет, конечно, там альтернатива для Германии, которая вполне возможно, что пролетит на этих выборах. Они будут приезжать в Москву, Дадон будет приезжать, ну и люди такого же масштаба. А реальные политики останутся у себя дома и подумают на тему войны и мира. Ведь все это началось. Ну что, сначала Грузия, 2008 год, а следующая Украина. И вот сейчас они слюни свои начали распускать, которые начали капать на Казахстан. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты. Мне кажется, что вот эти пассажи российской власти нужно, чтобы видели максимальное количество людей. Подписывайтесь, а распространяйте видео в своих социальных сетях. Ведь это наглядно демонстрирует, что договориться с современной Россией не удаться. Ни Украине, ни Казахстану, ни кому-то другому. Потому что они хотят, чтобы нас не было. А мы хотим, мы хотим жить. Где здесь компромисс? Чао. Казахстан Казахстан Казахстан